Вы знаете, я удивлен. Конечно, с анимацией и видео порадовали, но они пошли дальше. Это что, все-таки наши могут, когда захотят? Буквально 22 ноября происходила AI Journey. Это конференция, на которой ровно год назад появился Кандинский 2.0. А уже Кандинский 2.1 мы с вами обозревали еще весной. Но с появлением обновлений, еще и обещающих быть значительно интереснее прокачивания предыдущих, и появление модели 3.0 вызывает интерес к изучению. Встает логичный вопрос, станет ли Кандинский крутым заменителем для Миджони, стейбл дифьюженовских интерфейсов, таких как Леонардо, Плейграунд и Ай, и сможет ли опередить лидеров рынка по анимации и видео, таких как Пиколапс, Рануэй. Увидим с вами прямо сейчас. А если вам не знакомы все эти названия, то, во-первых, обязательно подпишитесь на данный канал, для того, чтобы не пропускать информацию о нейросетях. А для всех тех, кто понимает, что за нейросетями будущее они необходимы для вашего развития и работы, посмотрите про мой закрытый клуб Нейро-Ренессанс в описании и закрепи. Это уже огромная база знаний по нейросетям, две живые встречи в неделю, где вас обязательно поддержат, чат с единомышленниками, и очень хорошая цена для буквально последних нескольких мест. Переходите, смотрите и жду вас там. Кандинский 3.0, новая модель генерации изображений по тексту. В описании я оставлю вам ссылочку на данную статью, где вы можете посмотреть, какая архитектура у данной нейросети. Что в ней новенького и что интересного. Для любителей цифр могу сказать одно. Количество параметров по сравнению с 2 и 2 выросло аж в целых 3 раз. Вон, почти 3 раз. Первый способ использовать кандинского это прямо телеграмме. Здесь управление очень простое. Как видно, в моделях появилась троечка, которую нужно выбрать. Затем вы просто нажимаете на кнопку генерации по тексту, вводите свой запрос, выбрали стиль, выбрали соотношение сторон. И в итоге по запросу котик в короне и рыцарских доспехов в замке, фотореализм объем красиво, мило, мы получили вот такого, но морского котика. Как говорится, за правильно поставленную техническую задачу. При этом хочу заметить, качество данного изображения, объем очень похож на Mijoni, чуть может быть более ранних версий, но вызывает крайний интерес и уважение. Посмотрим, что же можно будет выжать из браузерной версии. Для этого переходим на сайт fusionbrain.ai. Кнопки начать творить у нас уже нет, поэтому мы просто открываем редактор. В редакторе все стало проще, интуитивно понятно и на своих местах. Перед нами поле на канвасе, который мы можем двигать куда угодно. У него есть свои размерности, сразу можно выставить стандартный квадрат. В меню у нас появляется генерация, ластик для инпейнтинга, можно вставить свое изображение и его изменять или расширять. Кнопочки отменить или повторить. Есть целое руководство по шорткатам и можно скачать изображение, выбрать масштаб нашего канваса. Что еще интересно и примечательно? Помимо просто промта, у нас есть негативный промт, а также есть наша любимая кнопочка стиль, который переехал салево вот прямо сюда. И можем выбрать стиль. Стиль можно сделать как свой, так и выбрать из представленных. Стили на самом деле довольно-таки интересны и разнообразны. В самом промте можно нажать на вот такой вопросик и увидеть подсказочки. Вы можете написать действительно что хотите, но чем более вы будете подробными, тем больше шансов вы получите хороший результат. Но есть план B. Дополнительно добавить негативный промт, чтобы исключить нежелательные элементы, стилизации и прочее. Мода проходит, стиль остается. Стиль это все. С этим все понятно. Остается только нажать кнопку генерировать и подождать несколько мгновений для того, чтобы магия произошла. И магия действительно произошла. Вполне себе реалистичный маленький бассейн на лужайке и котик, который сидит в нем. Порадовали. Молодцы, вот это интересно. Для того, чтобы сгенерировать другое изображение, можем просто передвинуть рамочку и, соответственно, выбрать, допустим, другой стиль. Хотим не детальное фото, а какой-нибудь мультфильм. Из негативного промта мультфильм-то надо тогда убрать и нажать просто кнопку генерировать. Так мы можем получать достаточно большое количество самых разных вариантов генерации, чтобы выбрать лучше. Так, например, предварительно я получил 4 разных портрета девушек в арках замка с видом на горную долину и водопадом. Что я хочу заметить, везде есть водопад в этих горных долинах. Поверьте мне, не каждая модель будет так делать. Одно из больших преимуществ Кандинского перед другими моделями в том, что у него есть и тот же самый in-paint. Это когда мы можем заменять части изображения. И out-painting. Давайте попробуем их. Оставьте тот же самый негативный промт и стиль и нажмите кнопку генерировать. В результате получается вот такое изображение. Таких квадратиков можно натыкать сколько угодно. И разображение может быть по сути любого размера. Что очень интересно и удобно. Если же мы хотим какой-то объект изменить, берем пластик, закрашиваем объект на изображение, переходим в генерацию, пишем промт, выбираем нужный стиль и правим негативный промт. Для того, чтобы out-painting сработал, нужно выбрать всю ту же самую рабочую область. Все генерируется только в ней. И вот мы получили вместо синеньких цветочков красненькие. Что ж, супер, с этой задачей он тоже справляется. Для генерации изображений Кандинский действительно может заменить очень многие платные аналоги. И вы сможете получать хороший результат, вписывая промт на русском, выбирая предустановленные стили, используя силу out-painting и in-painting. Казалось бы, что еще нужно? Но они пошли дальше. Давайте смотреть про анимацию и видео. Для этого нам достаточно перейти во вкладочку видео. Нажимаем на эту кнопочку и мы оказываемся с вами в редакторе. Что мы тут видим? Видим поле генерации. Есть две модели. Это анимация и видео. И их размерности. Размерности не очень большие. Квадратик здесь 640 на 640 пикселей. Что ж, в целом это уже неплохо. Кнопка генерации. Создать анимацию время примерно 3 минуты. Ну, не мало, но и немного. Учитывая, что это все еще и бесплатно. Что самое интересное? Здесь есть сцены. Можно писать целые раскадровки в других нейросетях, а потом добавлять их сюда и составлять целый клик. Сам Кандинский дает нам вот такие какие-то интересные сцены. Милая старая бабуля катается на мотоцикле. Это уже интересно. И белый призрак летит по ночной поляне 4К. Ну, фантазия Fusion Brain удивляет, но не настолько, как возможности использовать направление камеры. Мы можем откатывать камеру вверх, вниз и на тигре в костюме. Собственно, показано, как будет двигаться камера. Удивительная функция, которой очень сильно не хватает в том же самом Runway или Picolapse. Там это можно делать промптингом, а здесь прям наглядные кнопки. Что ж, круто. Давайте попробуем что-нибудь из этого нажать и просто создадим эту анимацию. Слушайте, ну это лучше, чем я думал. Действительно милая старая бабуля кататься на мотоцикле. Камера, как мы выбрали, двигается. Интересно, с призраком. Первое, что приходит на ум, это аналогия с Deform'овской Stable Diffusion технологией. Но картинка как будто значительно стабильнее. Явно что-то ребята из Бера нашаманили там с какими-то контролнетами, с фильтрами. И получается, картинка достаточно прикольная. Понятно, что чем сложнее движение камеры, тем тяжелее удержать изображение, как происходит с бабулей. Но даже это уже впечатляет. А попробуем с вами сгенерировать видео. Какие интересные промты им, конечно, предлагать. Но я бы такой даже не написал. Поэтому давайте попробуем. Время генерации 4 минуты, ставки повышаются. Давайте нажмем создать видео. Ага. Мы получаем вот такой интересный синематик, где есть часть статичная, есть часть движущаяся. Шутки шутками, но данные функции от Stable Diff... От Fusion Brain, от Zepera меня действительно впечатляют. И я думаю, что я буду их использовать и в дальнейшем. Несмотря на весь скепсис, нужно отметить, что российские разработчики все-таки одни из самых сильных в мире. Именно поэтому их так много, от Силиконовой долины до Японии. И, видимо, этот весь российский потенциал, энтузиазм и любовь к своему делу дают свои плоды. Как бы ни душили этот проект, он развивается и радует нас вот такими обновлениями. Кондитский 3.0 потрясающая замена аналогом платным, который имеет обширный функционал, теперь еще и более сильную модель, выдающую достаточно интересные результаты при очень простом промптинге на русском языке. А теперь еще и возможности генерации анимаций и видео. И на минуточку еще раз, это бесплатно работает в Телеграме и в браузерной версии. Мне кажется, вердикт однозначен. Даже я теперь, скорее всего, буду заходить туда гораздо чаще. А как вам обновление Кондитского до 3.0? Опишите свое мнение в комментариях. Буду ждать. Обязательно подписывайтесь на этот канал, для того, чтобы и дальше не пропускать новинки. Для всех тех, кто хочет вступить в будущее уже сейчас, жду у себя в клубе. В Телеграм-канале вы сможете найти гайды, как оплачивать зарубежные сервисы и регистрироваться в них, а также больше новостей. А мы совсем скоро с вами увидимся в новых роликах. Пока-пока.